Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Дождь и сильный ветер Непогода и запомнится жителям Личчины Последний весенний день Пришло время проверять знания Одиннадцатиклассники сегодня сдавали Первый выпускной экзамен Думаем, что выники экзамены порадуются Я к выпускникам Так и к батькам И, конечно, наставникам Полезно и сто раз услышать И один раз увидеть В Лиде открылся Центр безопасности Гродненского областного управления МЧС Очень важно сегодня каждому из нас Уметь помочь себе Себе не попасть в ситуацию А если попасть, достойно выходить Адрес счастливого детства на карте города Международный день защиты детей В Лиде отметили интересно и весело Несмотря на капризы погоды Сегодня праздник детства Мы пришли сюда повеселиться и узнать много нового Получили путевку в Островец В Лидском колледже прошел отбор Учащихся в трудотряд Который летом будет работать на строительстве Белорусской атомной электростанции Я работал в прошлом году Мне довольно-таки понравилось Я получил какой-то опыт Для своей будущей профессии Непогодой запомнится жителям Личины Последний весенний день 31 мая на вторую половину дня По Гродненской области Было объявлено штормовое предупреждение К вечеру ветер усилился Местами его порывы достигали 15 метров в секунду К таким разрушительным последствиям, как в российской столице Непогода в нашем регионе не привела Однако деревья устояли не все В Лиде сегодня утром поваленные деревья Можно было увидеть на улицах Советской, Пушкиной и Набережной В поселке Первомайский дерево упало на автомобиль Нанес урон ветер и сельхозпредприятиям Так на ферме хозяйства Белица Агра в деревне Дроздова Сорвало 157 листов шифера В результате непогоды вчера были обесточены В Лидском районе 7 населенных пунктов Сегодня электроснабжение было восстановлено На завтра синоптики тоже прогнозируют по Гродненской области дожди и сильный ветер Его порывы местами могут достигать 15-20 метров в секунду Подробный прогноз погоды на пятницу смотрите на нашем канале После информационной программы события Продолжаем выпуск В Беларуси 11-классники сегодня сдавали первый выпускной экзамен В 9 утра по телевидению и радио представители Министерства образования Объявили тексты изложений по русскому и белорусскому языкам И варианты заданий по математике И выпускники приступили к работе Как проходил первый экзамен в одной из Лидских школ Расскажет Ольга Борисевич В 12-й Лидской школе в ушне 11-го класса сегодня сдавали белорусскую и русскую мовы Как и за все, до Министерства адекватии по одной и по другой Были пропонованы два экзаменационные тексты для написания переказа Как и писать выбирали члены экзаменационной комиссии В этой школе наставники белорусской мовы вспомнились на тексте Под названием «Маршкидок», а наставники русской мовы на тексте «Пунцовая ветрозь» На прасу у 11-ти классников было 4 годины Правда, не которым юнакам и девочатам спотребилось и меньше часу Махчимены были выполнены в своих силах И написали переказ Ходка, бо рыхтовалися, да испытывал на протяжении двух годов Экзамен – это, конечно, не один день Это огольный, пленный выник всей работы И ему, конечно же, попередничала серьезная подрыхтовка Как на уроках, так и на додатковых занятках и консультациях Сегодня на экзамене по белорусской мове наши выпускники пишут переказ под названием «Маршкидок» Этот текст экзаменационной комиссии был выбран не случайно, потому что он еще раз напоминает, насколько важно быть настойливыми в достижении поставленной меты Иметь силу духу Мы сподяемся, что наши наученцы выполняют поставленные перед собой задачи И, конечно же, думаем, что выники экзамены порадуют как выпускников, так и их родителей и, конечно, наставников 12-я школа сегодня улик у одних самых великих улиц В этом научном году тут было свыше 940 ученых Выпускников уже в этой научной установке селета усяго 25 Прикладно столько, что их будет в ближайшие 3-4 годы, а вот потом количество 11-ти классников повеличится Связано это с строительством новых домов в микрорайоне Индустриальный Уже сегодня у параллели шестых классов у 12-й школы 86 хлопчиков и девочек У параллели пятых – свыше 100 Плануется, что 1-го века за парты тут сядут больше 130 первоклассников Все летнейшие выпускники, отзначая керавництво научной установки, усе до экзаменов подрыхтованы Причем не только в плане ведов, а и морально Испыты – полный стресс для юнаков и девчат, тому перед педагогами стояла задача научить своих выхованцев справляться с им Первый экзамен показал, а малюсии 11-ти классники до выпробования отнеслись спокойно Наставники наводжертвовали, и мы больше хвалялись сегодня, чем выпускники Чтобы поддержать детей, у нас в течение года также работала психолог-педагогическая служба Проводились различные консультации, тренинговые занятия, беседы, как групповые, так и индивидуальные Велась работа классного руководителя, как с учащимися, так и с родителями У нас разработаны памятки для родителей, так же, чтобы они вели соответствующую подготовку своих детей Чтобы сдача экзамена была успешной Илья Крыпец – активный удельник усих школьных мероприемств Он один из семи 11-ти классников 12-й школы, которые сегодня сдавали белорусскую мову У своих силах юнак был уверен, поэтому совсем не хвалялся, когда писал пераказ Илья старался, как могла больше докладно передать текст и вспомнить правила орфографии и пунктуации, чтобы написать его без помылок До экзамена мы прихтовались два года, с 10-го класса писали диктанты, так же и пераказы на факультете, так же и на уроках по белорусской мове Ну, текст мог бы быть и легче Далее, так же, великих проблем с этим нет, пишем, как можем На какие отзнаки сподяешься? На девятку, девятку, десятку На высшую отзнаку сегодня сподевалась и 11-ти классница 12-й школы Лизавета Селюк Она претендентка на золотую медаль До речи, в Лицком районе таких все лета 61 человек Еще три выпускницы могут отримать серебряную медаль Но это отбудется после сдачи экзаменов По коль же выпускники заняты испытами А кроме белорусской и русской мовы на выбор, им необходимо обовязково сдать математику, историю Беларуси и замежную мову А пошний экзамен у 11-ти классников 9-го червеня На наступный день они на завсёды развитаются со школой И отправятся в самостоянное плавание подорослым житти Первым выпробованием по замежам школы станет централизованное тестирование И оно в этом году начнется 12-го червеня и закончится 2-го липеня Что делать, если столкнулся лицом к лицу со смертельной опасностью? Как помочь попавшему в беду и как оказать первую медицинскую помощь? Получить ответы на эти вопросы, а также отточить практические навыки Дети и подростки сейчас могут в Центре безопасности Гродненского областного управления МЧС Который сегодня торжественно был открыт в Лиде Два подобных уже работают в Гомеле и Витебске Такие же центры впоследствии будут открыты во всех регионах Беларуси и Минске Первый в Беларуси инновационно-образовательный центр безопасности жизнедеятельности Был открыт в январе 2015-го в Гомеле на базе лицея МЧС За 2,5 года его посетили более 30 тысяч детей Неделю назад подобный центр безопасности начал функционировать в Витебске 1 июня такой же был открыт в Лиде Он будет работать на всю область И в первую очередь он предназначен для обучения Безопасным условиям, поведению в экстремальных ситуациях наших детей Это от 3 лет, от детских садов до выпускников школ Надеемся в этом году, к концу года будет на выходе в Могилевской области, в городе Могилеве И сейчас ведутся работы в Минской области, в городе Борисове и Брессе Я надеюсь, что к концу следующего года в каждой области будут такие центры Чтобы подготовить к открытию центр безопасности в Лиде ушло 2 года Результат впечатлил и министр МЧС, и руководство области, и конечно же маленьких посетителей Последние, перешагнув порог центра, не скрывали эмоции Да и взрослые не стеснялись высказывать свои мысли вслух К примеру, православные и католические священники, освещавшие новый объект, признались Впервые увидели, как работают современные огнетушители До сих пор в реальной жизни Бог уберегал их от чрезвычайных ситуаций Инновационно-образовательные центры безопасности жизнедеятельности позволят дошколятым и школьникам На практике закрепить теоретические знания по правилам безопасности Данные педагогами и работниками МЧС на уроках и факультативах Будут заниматься здесь и дети с особенностями психофизического развития На базе центров можно наглядно показать различные ситуации и научить, как действовать А еще понимать причины возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций До чего дошел прогресс? Другими словами, и не скажешь о Центре безопасности в Лиде В нем все рассчитано до мелочей Каждая, даже на первый взгляд, незначительная иллюстрация на стене несет в себе важную информацию Центр безопасности жизнедеятельности, как и театр, начинается с вешалки Сразу группа школьников попадает в гардероб, который представляет собой обучающую комнату, имитирующую автобус Здесь ребята узнают все о правилах поведения в общественном транспорте и на остановочных пунктах О правилах посадки и высадки из автобуса, либо троллейбуса Тот, кому хоть раз приходилось набирать номер экстренных служб, знает, как трудно собраться с мыслями, оказавшись в чрезвычайной ситуации или став ее свидетелем Порой невозможно вспомнить не то, что номер спасателей, но и даже собственный адрес В центре есть специальная комната, где отрабатывается алгоритм действий в подобных случаях Каждый стенд – отдельная ситуация Всего таких девять Данила стал очевидцем пожара, и теперь ему надо сообщить об этом спасателям Что ты будешь делать, в первую очередь? Сходить с пожарным По какому номеру? 101 А еще какой номер? 190 Правильно На седьмом этаже развахнуто окно, и там идет пожар Поставить адрес Улица Яголоса, 10, подъезд номер 3 В этом здании произошло возгорание Спецэффекты создают соответствующую обстановку Дети видят имитацию дыма и огонь Слышат крики Именно в таких условиях можно научить их правильно действовать в случае пожара За всем происходящим спасатели наблюдают через камеры и оценивают поведение ребят В центре также научат правилам поведения на проезжей части, у железной дороги, на воде и на льду А также в лесу Что взять с собой в поход, что делать, если на пути встретилось дикое животное Как вернуться домой и какие грибы опасны для здоровья Ответы на эти вопросы школьники тоже получат в центре Кроме того, акцент сделан и на помощь другим На специальных манекенах, напичканных датчиками, будут отрабатываться действия по оказанию первой медицинской помощи Самое страшное, что мы разучились оказывать помощь друг другу В элементарной ситуации, то ли на дороге, то ли на воде И вы знаете нашумевшие случаи, в том же Минске, когда в парке ребенка достали, 10-летнего И с признаками жизни, но из-за отсутствия навыков сделать искусственное дыхание Ребенок практически ушел в мир иной, к сожалению, при присутствии взрослых То есть очень важно сегодня каждому из нас уметь помочь прежде себе В себе не попасть в ситуацию, а если попал, достойно выходить И если есть знания, они помогают себе действовать Если их нету, откуда им взяться? И человек всегда подает панику, а паника это приводит всегда к серьезным последствиям, вплоть до летальных исходов Центр безопасности в Лиде в дальнейшем будет развиваться Планируется оборудоваться его новыми тренажерами, на которых будут отрабатываться правила поведения в лифте и во время грозы Появится со временем антикриминальный блок, комнаты электро и интернет безопасности Открытие Центра безопасности Гродненского областного управления МЧС состоялось 1 июня не случайно Сегодня в календаре Международный день защиты детей В Лиде по этому случаю был организован праздник детства Его основные мероприятия должны были пройти в городском парке Однако погода внесла коррективы в программу Праздник детства переместился в район и Центр творчества детей и молодежи Правда от этого мероприятия не стали менее интересными и менее массовыми Утверждает наш корреспондент Анна Войтулевич Первый день лета, начало каникул и праздник Что еще нужно детям для счастья? Разве что хорошие друзья, отличное настроение и забавное приключение Недостатка во всем этом Лидские ребята сегодня уж точно не испытывали Сегодня праздник детства, мы пришли сюда повеселиться и узнать много нового Мне очень понравилось разокрашивать картинки и фотографироваться с героями Мы были на концерте, там были танцы, там было прикольно Потом я нашла секцию, там те рисуют на щеке Мне нарисовали котика и мне начинается Я сделал себе подарок на день детства И купил кактус, потому что мне очень нравятся цветы Я был сначала в зале, там где люди пели и выступали Потом мы пошли фотографироваться в разные места Мы увидели разных черепах, там разное всего Все это продается и все интересное Надя Нелицкий районный центр творчества детей и молодежи превратился в настоящий развлекательный центр Где жизнь бурлила в каждом его уголке На сцене сменяли друг друга концертные программы, театрализованные представления и танцевальные постановки Пока в зале звучала музыка, в холле работали ярмарки продажи, фотозоны, игровые площадки, эко-лавка и арт-визаж площадка Желающих изменить свою внешность и разукрасить лицо яркими красками оказалось немало Сегодня на день детства решили дети сделать более яркое, оставить яркое впечатление о этом празднике И захотели больше детей, хотела нарисовать себе бабочек, котиков, даже панды были Все оставались счастливы после рисунка Самые же любознательные ребята спешили познакомиться с удивительным миром живой природы Такую возможность им предоставили педагоги районного экологического центра детей и молодежи Они рассказали детям о различных комнатных растениях Хлорофитуме, колонхое, алое-древовидном, диффенбахии, гастерии, различных видах кактусов И о необычных питомцах своего центра Последние не только не напугали школьников, а даже наоборот вызвали к себе особый интерес Дети очень любят за ними наблюдать, покупают их себе, заводят новых питомцев Сегодня мы привезли морскую свинку, шиншиллу, песчанок мадагаскарских И вот таких интересных насекомых, которые называются мадагаскарские тараканы Родом они с острова Мадагаскар Очень спокойные, дружелюбные насекомые, травоядные насекомые Которые питаются одуванчиками, травой, морковкой, капустой И они абсолютно не страшные Просто они немножко больше размером, чем наши обыкновенные жуки Увлекательное занятие педагоги районного центра творчества детей и молодежи Предложили самым маленьким участникам праздника Для них организаторы подготовили своеобразную художественную мастерскую Где малыши создавали свои шедевры, рисуя пальчиками и ладошками Мы первый раз пришли на праздник детства, нам только еще два года Вот нас пригласил наш дедушка с дадостью посетить такой праздник И дело в том, что никогда не рисовали И решили попробовать технику пальчиками порисовать Ну и Даше очень понравилось рисовать И вот такая вот картина у нас получилась Я думаю, что мы не первый раз будем рисовать Еще и продолжим дальше Во время прогулки по первому этажу районного центра творчества детей и молодежи Складывалось впечатление, что это своеобразная страна ремесленников Здесь расположились выставки изделий изобразительного и декоративно-прикладного творчества Творения учащихся и педагогов учреждения образования личины Притягивали взгляды и взрослых, и детей Те же, кто хотел попробовать свои силы в новом виде творчества Мог это сделать, посетив мастер-классы На праздники детства можно было научиться изготавливать украшения из металлических молний и пуговиц Корзинки для конфет в технике оригами Игрушки из ткани и меха Мастерить необычные открытки в технике дудлинг И делать оригинальные сувениры на сыпушке из цветной соли Мы брали бумажку, брали цветную соль и сыпали ее в бутылку, чтобы получился красивый узор Я никогда этого не делала, сегодня первый раз попробовала и мне очень понравилось Я взяла заготовку листочка, раскрашивала звездочки, сердечки, все, что захотела Мне в голову пришло Организаторы праздника детства предложили кому-то вспомнить, а кому-то и познакомиться с играми советского детства Классики, резиночки, часы пробили, казаки-разбойники, горячая картошка Эти названия вернули на несколько десятилетий назад взрослых А вот детям они мало о чем говорили до начала мероприятия под названием «Игры нашего двора» Однако узнав о них, ребята тут же бросились принимать участие в детских уличных играх советского времени За компьютером краснеют глаза, ну ты вот поиграешь уже как бы неинтересно становится, надоедает А на улице тебе не надоедает, ты двигаешься, играешь, нравится Мы еще играем в скакалку, в мяч, в прятки разные, в догонялки, рисуем мелком на дороге Погода не позволила организаторам праздника детства воплотить в жизнь все задуманное Однако это не отразилось на настроении мальчишек и девчонок Счастливые и впечатленные покидали ребята Лицкий районный центр творчества детей и молодежи И благодарили взрослых за потрясающий праздник К другим темам С 1 июня в Беларуси отменена регистрация паспортных данных физических лиц, приобретающих иностранную валюту Как пояснили в Национальном банке, в течение продолжительного времени на рынке наблюдается сбалансированность спроса и предложения валюты Поэтому требование о регистрации паспортных данных при ее покупке стало излишним С 14 июня Национальный банк Беларуси снижает ставку рефинансирования с 14 до 13% годовых Такое решение принято с учетом наблюдаемых положительных тенденций в экономике Повышение ее внешней устойчивости и укрепление стабильности в денежно-кредитной сфере В 2017 году ставка рефинансирования снижается уже пятый раз Получили путевку в Островец. В Лицком колледже прошел отбор учащихся в трудотряд для работы на строительстве белорусской атомной электростанции Ребятам предстоит выполнять бетонные и каменные, дорожные и геодезийные работы, различные виды армирования, монтаж металлоконструкций и теплоэнергетического оборудования Нынешним летом на строительство белорусской АЭС необходимо отправить 35 литчан Желающих же потрудиться в Островце оказалось практически вдвое больше Я работал в прошлом году, мне довольно-таки понравилось, я получил какой-то опыт для своей будущей профессии В этом году тоже хочется себя очень хорошо проявить, это мне нужно в моей жизни, в дальнейшем, в развитии моей профессии Я работал там раньше, это неплохой опыт Я получил опыт в другой профессии, не помимо своей В прошлый раз я выполнял дорожные работы, а в этот раз я хочу что-то, может каменка какая-то или арматурщик На атомной станции я не работал еще, я работал в городе, в Островце Впечатления хорошие, много чего нового узнала, ну и заработал нормально в прошлом году за два месяца Ну, как бы, главная цель это знание, больше знаний получить В прошлом году я работал на атомной инферстанции, мне очень понравилось, я получил опыт, навыки Я был бетонщиком, но хочу в этом отборе пройти очень хорошо Но стараюсь, хотел бы новые профессии изучить, навыки получить новые Также заработать, конечно, и повысить разряд своей предыдущей профессии, это каменщик Вот я сейчас каменщик, хочу повысить разряд В течение двух часов педагоги Лицкого колледжа и представители Лицкого райкома БРСМ беседовали с кандидатами, желающими поработать летом на строительстве белорусской атомной электростанции При отборе учитывалось не только наличие рабочей специальности, но и успеваемость, активное участие в общественной жизни колледжа и, конечно же, поведение Масштаб международной стройки все-таки обязывает отбирать из нашего региона лучших из лучших В первую очередь и по той простой причине, что мы немногие из городов областного подчинения, которые имеют уникальную возможность послать ребят на такой знаковый объект Который значим не только, наверное, для нашей страны, но вообще для всего мирового сообщества Поэтому, естественно, туда попадают лучшие из лучших Очень бы хотелось, чтобы каждый, кто сегодня придет с нами пообщаться, чувствовал вот эту значимость и ни в коем образом не подвел нас, когда будет осуществлять свою деятельность в рамках студенческого отряда на атомной электростанции Ну и, естественно, критерии отбора самые острожайшие В первую очередь человек должен желать трудиться, иметь определенные навыки Ну и, кроме того, формирование студенческого отряда – это в первую очередь не только работа, но это какой-то отдых, это приобретение новых друзей, это участие в культурно-досуговой деятельности именно на территории Островца Поэтому для ребят уже подготовлена интересная, насыщенная программа У них будет каждый день отмечено каким-то особым событием в рамках студотрядовской общей семьи И от них, конечно, необходимо участие во всех мероприятиях, воля к победе Потому что по итогам всего третьего трудового семестра в Островце будут выбраны и лучшие наниматели, и лучшие студотряды, и лучшие командиры, и комиссары студенческих отрядов, лучшие участники студотрядовского движения Очень бы хотелось, чтобы личина тоже завоевала какую-то достойную награду в этом направлении Поэтому, исходя из этого, и критерии отбора И на этом наш выпуск завершен Встретимся завтра на Лида ТВ Всех наших маленьких зрителей с праздником, с днем детства Партнер программы события – Лицкий хлебозавод Всегда ароматная и свежая продукция Выпеченная с любовью По традиционным и новым рецептам Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин